На разных этапах жизни для вас будут важны разные вещи. Сегодня в Соединенных Штатах удаление татуировок даже более крупный бизнес, чем их нанесение. Так что, если вы хотите татуировку, рекомендую отправиться в Кентукки. Садгуру, я обожаю татуировки. У меня их очень много. И я уверена, что у многих здесь тоже. Когда я сделала свою первую татуировку, мои родители очень сильно возражали. Зачем ты это сделала? Так что мой вопрос к вам. Как по-вашему? Татуировка выглядит непрофессионально? Это выглядит несолидно? Почему вокруг этого так много споров? Дело в том, что на разных этапах жизни для вас будут важны разные вещи. И если когда-то вы сделаете перманентную татуировку, сейчас в США удаление татуировок – это даже более крупный бизнес, чем их нанесение. Потому что в колледже вы влюбляетесь в кого-то и наносите его ими на всю руку. А когда все заканчивается, для того, чтобы это стереть, придется соскребать вашу кожу. Так что, возможно, лучше немного подождать перед тем, как делать татуировку, пока не появится что-то действительно важное для вас. Если вы хотите написать что-то у себя на лбу, пусть лучше это будет что-то, что останется важным до конца вашей жизни. Потому что если через пару лет это пройдет, то с вас нужно будет снимать несколько слоев кожи. Кроме того, нет никакой необходимости писать на своем лице, кто вы такие. Если вы хотите работать в этом мире, делать разные вещи, не обязательно выдавать все наружу. Вы должны знать, что и кому показывать. Так что, если ваша татуировка уже говорит о том, кто вы, какова ваша философия, мы уже знаем, кто вы, когда вы заходите в комнату. Если вы хотите жить очень простой жизнью, тогда все в порядке. Но если вы хотите более глубокого вовлеченности в жизненные процессы, то лучше, чтобы люди не могли отнести вас к какой-то конкретной категории. Рассказать вам историю про татуировки из моей жизни? Нет, у меня самого их нет. Я слишком смуглый для татуировок. А бывают белые татуировки? Хорошо. Мы работали в тюрьмах и в Индии, и в США. Эта программа называется «Внутренняя свобода для заключенных». Это очень волнующее движение. Я был в исправительном центре в Кентукки. Это тюрьма строгого режима. Там был один парень, татуировщик. Он делал татуировки. У меня была 10-дневная программа для этих заключенных. Они со мной сдружились и начали открываться. Я спросил, как вы делаете эти татуировки в тюрьме? Ведь вас же полностью досматривают. Даже все отверстия в теле. Все проверяют, чтобы никто ничего не пронес внутрь. Но тем не менее, этот парень татуирует всех за бешеные деньги. И он раскрыл мне все свои секреты. Как он татуирует? Он отламывает зубец у вилки и натачивает его до тех пор, пока тот не превратится в углу. Любой мелкий пластик, который оказывается у него. Любые кусочки. Он расплавляет. И так получает разные цвета. Это нужно видеть. Все заключенные за татуированы с головы до ног. Это показывает их принадлежность к определенной банде. Определенный тип татуировки обозначает принадлежность к определенной группе. И куда бы они ни шли, в татуировке все это вписано. Название банды. Твой уровень как преступника. Действительно ли ты крупный преступник или только мелкий нарушитель. У большинства из них зататирован буквально весь торс. И все это сделал этот парень. И все эти люди должны ему. Когда они покинут тюрьму, если они когда-нибудь выйдут на свободу, они должны будут выплатить ему стоимость тату. А это тысячи долларов. А он ведет учет всего этого прямо у себя на руке. Всю бухгалтерию. Это было невероятно. Я попросил его, покажи, как ты это делаешь. Однако там были охранники, поэтому он сказал, я не могу показать. Но он объяснил, как он это делает. Это просто гениально. Как он делает татуировки прямо в тюрьме. Если вы захотите хорошую татуировку, рекомендую поехать в Кентукки. Кентукки